МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала, возможно, стоит пояснить, что такое абилитационный центр. Спасибо, что пригласили. Если объяснить простыми словами, что такое абилитация, то начнём с того, что реабилитация — это восстановление утраченных навыков. А абилитация — это когда человек абсолютно не имеет никаких навыков и нужно учить этому всему, что нужно приобрести, какие навыки должен иметь человек. Этому обучаются, и это называется абилитацией. В вашем центре работают специалисты и психологи, и педагоги, которые помогают людям адаптироваться в социуме. И ваш центр, он называется «Особый ребёнок», то есть туда приходят дети. С какими заболеваниями обращаются к вам дети, их родители, вернее, у которых дети нуждаются в помощи, которую оказывает ваш центр? Наш центр «Особый ребёнок» назван непросто. Здесь занимаются дети с аутизмом и со схожими диагнозами, психоречивыми отклонениями в развитии. К сожалению, в последнее время таких детей становится очень много. Обращаются родители, во-первых, с тем, что у ребёнка нет речи или задержка речи. А дальше уже педагоги наши смотрят, какие отклонения у ребёнка, направляют к дополнительным специалистам в медицинское учреждение. Или же занимаются дети у нас на постоянной основе. К нам ещё обращаются дети разного возраста. Вначале мы открыли центр только для детей дошкольного возраста. Дети приходят абсолютно разной сложности. Есть большинство неговорящие дети. Дети, которые приходят и валяются на полу, просто кричат, ничего не понимают, никого не воспринимают, никакие команды не могут выполнить с поведенческими нарушениями. Поэтому у нас работа ведётся сначала с первичной консультации медицинского психолога, консультации логопеда, дефектолога. И у нас затем дети включаются в индивидуальные занятия. Работа идёт с родителями, так как родители находятся в пограничном состоянии, когда узнают, что у ребёнка тяжёлый диагноз. Или они ещё не знают, куда обратиться, какие учреждения, к какому специалисту идти, чтобы выяснить или поставить правильный диагноз. В этом случае мы тоже консультируем. Наши специалисты рекомендации дают, чтобы родители обращались в медицинское учреждение или же дальше заниматься. В нашем городе, пожалуй, единственный центр «Особый ребёнок», который занимается с такими детьми. Или у вас есть ещё коллеги, соратники, которые тоже в этой теме помогают? Есть соратники, есть партнёры, есть кабинеты логопедов. И в других реабилитационных центрах есть кабинеты. Но мы конкретно открылись усилиями родителей. Если из истории взять, то мы, как родители детей с аутизмом, у меня сын с аутизмом, ему в этом году исполняется 25 лет, он уже взрослый. И в тех годах диагноз аутизм в Якутии не ставили. В тех годах это когда он родился? Это когда он родился в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Вот такого диагноза у нас в Якутии не было и не ставили. Мы начали обращаться в больницу, к врачам, к специалистам, чтобы нам поставили правильный диагноз. Но в конце концов нас отправили в Москву. И с Москвы мы вернулись конкретно с диагнозом аутизм. И нам пришлось собраться вместе с другими родителями. Мы думали, что мы одни здесь, в Якутии. Оказалось, что нас много. А сколько на то время уже было таких семей, и вы познакомились? Нас познакомила наш психиатр Ирина Михайловна Казакова, которая еще в молодости работала в Институте коррекционной педагогики в Москве с профессорами аутизма. И в этот момент где-то нас не больше 10 заинтересованных родителей было, которые горели желанием создать что-то, объединиться, чтобы наши дети развивались, какую-то работу вести именно в Якутии, не выезжая из нашего региона. И мы не так быстро все это организовали. Нам было нужно время. Мы все равно все как-то проходили через какие-то психологические волнения. У нас, у некоторых родителей, очень долго был процесс стресса. И в конце, в конце мы в 2007 году решили организовать родительское сообщество, региональную общественную организацию «Особий ребенок». И на нашу радость Ирина Михайловна Казакова согласилась стать нашим руководителем. Она нас вела долго. Мы начали юридически обращаться по всем ведомствам. Нас услышали. Мы вели очень много работы по тому, чтобы ставили диагноз именно в нашем регионе. Мы учились, обучали специалистов, отправляли. И пришли к такому выводу, что нам необходим центр, где бы наши дети занимались круглогодично, а не один раз по квоте или два раза в год по квоте в государственном учреждении, где получали путевку в реабилитационный центр. И в связи с тем, мы созрели только в 2013 году. У нас один родитель выделил свою квартиру. И мы в этой квартире оборудовали кабинет логопеда, дефектолога. И начали приемы. Мы еще не начали. Мы начали готовить специалистов. Кто будет работать со сложным диагнозом, который еще нет в Якутии. Как, какой методикой, как работать с такими детьми, никто не знал. Поэтому мы заключили соглашение с СВФУ, с пединститутом, чтобы подготовить специалистов со студенческой скамьи. Выбрали шесть студентов, договорились с центром Бороздино в Новосибирске. И производственную практику они проходили именно в этом центре, в Новосибирске. И они уже вернулись с багажом опыта работы и начали трудовую деятельность именно в нашем центре, именно с детьми с тяжелыми нарушениями. И у нас начало было заложено именно по такой схеме, что обязательно нужны специалисты, которые будут правильно работать с нашими детьми с тяжелыми нарушениями. Работа началась в 2013 году. Красную ленточку мы разрезали прямо в очень узком кругу. И стали обращаться к ведомствам, начали писать гранты через год. В общем, наше финансовое состояние было не очень. Поэтому и финансовые сложности родителей, которые ходили в центр на занятия, перебирались прямо с помощью усилий и спонсоров, друзей. Мы даже оборудование заказывали и сами делали, из домов приносили, кто там, у кого лишнее что. И с тех пор, работая в таком этапе, мы решили, что наши дети нуждаются еще в дальнейшем развитии. Они же все-таки растут, и нам необходим как-то дифференцированный подход и поэтапное развитие детей разного возраста. Дошкольный возраст мы охватили. Сначала дети занимаются индивидуально. Затем мы открыли по поддержке гранта «Народный бюджет» группу кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста. Дети занимаются в малых группах с двумя специалистами, психолог и дефектолог. Конкретно обученные специалистами специалисты. И они готовятся к детскому саду, кто-то к школе. И дальше мы открыли группу школьного возраста. Эта группа называется «Росток». Родители сами придумали название. И там занимаются дети школьного возраста. Где-то с 8, с 9 лет до 12, до 14 где-то. Ну, по развитию смотрим. Тоже в групповой форме. Тоже малокомплектная группа. И далее дети у нас идут взрослого возраста. Плюс 15, но мы называем плюс 18 лет. У нас в перспективе еще проект «Снегири». Опять же, название придумали уже давно, лет 5 назад. Мы продвигаем этот проект с 2014 года. Когда наши дети, повзрослев, окончив школу, они должны быть где-то обустроены. Найти себя, найти свое место в жизни. Как-то должны быть социализированы в обществе. И жить полноценной человеческой жизнью. Мы родители не вечные. Наши дети, которые вот очень сложного характера нарушения, они очень нуждаются в сопровождении, в уходе. Поэтому мы должны сейчас вот как-то подумать об этом. И создать условия для того, чтобы они проживали в сопровождении. Над этим проектом мы сейчас работаем. Но до этого мы должны еще детей обучить в школьном возрасте. Наши школьники учатся, у кого легкая форма, в общеобразовательных школах учатся. У кого более тяжелые, они идут в коррекционные школы 7-го вида, 8-го вида. Есть дети, которые с успехом пошли в ресурсные классы, в общеобразовательные школы. Но это уже другая история. Очень много работы велось родителями для того, чтобы открыть ресурсные классы в городских школах. И сейчас тоже этот вопрос стоит очень остро. В городских школах по районам прописки сейчас не всякая школа может создать такие условия. Для того, чтобы создать ресурсный класс именно для аутистов. Я спросила о том, что есть ли у вас соратники, партнеры. Вы сказали, да, есть. Но наверняка таким спектром отличается ваш центр «Особый ребенок», где такая возрастная категория. И любые дети могут получить помощь. Мы скоро вернемся в прямой эфир. На короткую рекламу уходим. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Сегодня наш эфир о детях, которым нужна помощь. Дети, у которых есть заболевание аутизм. И таким детям помогают в центре, в абилитационном центре «Особый ребенок». И сегодня в нашей студии директор такого центра Инна Скрябина. Мы продолжаем разговор о том, что в ваш центр попадают дети в очень сложном состоянии. Вы в самом начале сегодняшнего разговора сказали, что настолько сложное состояние, что они даже могут лежать на полу, как-то себя вести и не хотеть никак контактировать с окружающими людьми. Понятно, что заболевание выглядит именно так, и таким детям сложно адаптироваться. А что же происходит, когда в вашем центре их приглашают на индивидуальную консультацию? Потом эти дети каким-то чудесным образом могут работать в группе. Как вы им помогаете? Расскажите немного о вашей методике. И о том, родители, они насколько непосредственно с ребенком находятся. Или они уже могут, приведя его в центр, оставить там? Как директора организации, я скажу, что я по образованию архитектор, не педагог. Я не имею педагогического образования, но я пришла сюда, так как у меня ребенок с аутизмом и с тяжелым нарушением, тяжелая степень аутизма. В общем, если создание условий, все это лежит на плече руководства, и когда организуешь работу именно с детьми, да еще с инвалидностью, нужно соблюдать все нормативы, все правила, все санитарные условия, где ребенок может, вот сложный ребенок, если он будет лежать на полу, то, опять же, должны быть созданы условия, чтобы он лежал на коврике. Или какие-то творческие занятия, тогда он будет разбрасывать, разливать краски, тогда, опять же, условия должны быть, помещения другие. В общем, моя специальность диктовала, что нужно все эти правила соблюдать. И так как я сталкиваюсь круглосуточно с диагнозом аутизм со своим ребенком, я вложила именно на создание условий, на методику, чтобы дети занимались безопасностью. Так как я архитектор, в общем, занималась медицинскими объектами, объектами реабилитации, поэтому я изнутри как-то вот все это переживала и все это хотела создать, чтобы дети и педагоги наши занимались в таких нормальных условиях. И с этим вопросом сразу начали работать, как бы обучить специалистов заранее другим методикам, новым методикам, которые еще у нас не применяются. Есть методики ABA-терапии, это поведенческая аналитика. Еще есть занятия по сенсорной интеграции, есть методика ABA-терапии, традиционная методика. И каждому ребенку подбирается индивидуальная программа, исходя из сложности ребенка, от развития ребенка. Если ребенок, например, интересуется только рыбками, то занятия строятся только на рыбках. Если ребенок воспринимает только машины, машинки, то опять же занятие начинается с машинок. Маленькая машинка, большая, зеленая, красная. Надо в гараж поставить, убрать игрушки. Если ребенок чем-то интересуется, педагог сразу, когда наблюдает за ребенком, уже находит, каким путем развивать этого ребенка. И начинает писать с родителем вместе в тандеме, что они хотят достигнуть совместных занятий, чтобы ребенок чего-то добивался, чтобы динамика была через какое-то время. Обычно чего хотят родители таких детей? Ну и вы сами родители такого ребенка. Когда вначале приходят, говорят, мой ребенок не говорит, научите говорить. А тут оказывается проблема не только в развитии речи, но и в поведении. Тут еще иногда бывает, что необходима медикаментозная коррекция. Аутизм – это не болезнь, это вид развития мозга. Мозг развивается по-своему, по-разному. И у каждого ребенка это индивидуально. Есть группы, категории, но они все различаются. У всех детей оно идет по-особенному. Если у одного ребенка просто классически идет, а у второго совсем по-другому. Поэтому нет такой программы, единой программы, чтобы ребенок пришел. Сегодня вот это вот так. В этом месяце мы проходим размер, во втором месяце света. Вот такого нет. Конкретно педагог сам находит индивидуальный подход ребенка. Как пойдет уже, так пойдет. А как изменилась жизнь вашего ребенка после того, как он стал получать помощь в том центре, который вы для него создали? Хотя могли бы и построить центр, потому что вы тактично умолчали. Ирина Скрябина, автор... Кардиологического диспансера на 150 коек в городе Якутске. Вот вы какая молодец. Если бы дали вам возможность, то вы бы и для себя центр построили. Ну, это все в мечтах, построить наш проект «Снегири». Это у нас в будущем, мы его и построим. И будут наши дети, когда повзрослеют, будут развиваться, заниматься в этом центре. Сейчас мы говорим о развитии детей дошкольного, школьного возраста. Все равно мы занимаемся со взрослыми, которые у нас дети растут. Есть группа, уже готовая к сопровождаемому проживанию. Они сейчас занимаются в дневном виде. То есть они приходят, и родители вставляют, или даже те, кто может ориентироваться по городу, сам приезжает на занятия. И на три часа, на полдня они занимаются. Занятия длятся по времени? Индивидуальные занятия у нас для малышей по 30 минут по Санпину. А дальше уже по развитию, по возможности 45 минут, час. И вот так вот увеличивается. А групповые у нас по три часа. Все по три часа. Долго. И дети выдерживают столько времени, тем более в группе. Вот поэтому сначала они занимаются индивидуально. А когда педагог решает, что ребенок уже готов к групповым занятиям, тогда дает рекомендацию к групповым занятиям. И если родители соглашаются, отдают в группу. Конечно, мы группу подбираем по развитию ребенка. Дети не все ладят друг с другом. Большинство детей не говорящие. Если говорить о моем сыне, то он уже взрослый. Он до сих пор невербальный. То есть у него до того сложный диагноз был, группа была, что он до сих пор не говорит. Но он социализирован. Я научила ему обычному труду. Дома обычную работу он делает сам. Все от еду. И помогает мне. Какой он молодец у вас. Еще нужно развивать ребенка по направлению, которому ему интересно. Какой-то ребенок может интересоваться только рисованием. А кто-то другим видом. Кто-то только техникой интересуется. И почему бы не развивать именно в том виде, который ему нравится. И он умеет, сможет, если научить его делать все это правильно, будет делать от еду правильно. Я, например, сейчас полностью доверяю домашнюю работу. В гараже папе помогать тоже. Открывать, закрывать ворота. Иногда в холод не хочется лишний раз выходить. Он побежит, сам закроет, откроет, все сделает. Там подметет, снег почистит. Все равно же, как мужская работа нужна. И они физически все развиты. У них в основном нет таких нарушений физических. Они все бегающие, все прыгающие. Кто-то очень хорошо занимается плаванием. Кто-то видит себя в спорте. Но вот эти направления нужно найти. А как найти, если ребенок не говорит сам, не просится никуда? Надо это все самим родителям. Куда-то сводить. Попробовать это. Попробовать керамику, глину. Кто-то там по кулинарии, например. По домоводству. Прямо такие вот пироги пекут. Кто-то очень хорошо запоминает цифры. Можно даже вот так использовать. Еще говорят, что аутисты все гении. Но это неправильно. Что говорят аутисты все? Все гении. А, гении. Они... Это по мировой статистике один, наверное, к десяти тысячам. Кто-то там Билл Гейтс, там еще какие-то очень такие вот знаменитые люди. Они штучные, единичные. Но чтобы сказать, все аутисты все такие хорошие, это очень сложно. Но они развиваются конкретно в каком-то виде очень хорошо. Но в ущерб другому. Если у него будут успехи по математике, то, извините, он по-русскому будет писать с ошибками. Или вообще не может. Ну, это, знаете, не только аутисты. Это встречается достаточно часто, что куда-то там гуманитарий или наоборот к цифрам. У многих же людей так. Тогда, вот смотрите, в вашем центре, когда приводят ребенка, тогда родитель может понять, вот в каком направлении, после занятий со специалистами, да, ребенок его может двигаться и развиваться. Ну, у нас направлений не так уж много. Для этого нужно создать условия. У нас есть творческие занятия, у нас есть выжигание, кулинария, еще у нас есть моделирование, лечебная физкультура. Ну, и в основном для малышей это коррекционные занятия по основной методике для дефектологов. И если, допустим, найти направление какое-то, да, вот ребенок пошел, и творчество, у него хорошо получается, например, рисовать, да, или хорошо получается считать, или ему какой-то нравится, там, не знаю, вид спорта, да, и помогает в центре ему адаптироваться, тогда, в принципе, он может же какую-то даже профессию уже для себя определить. Конечно. Обязательно. Вот над этим и работаем. Все равно дети должны как-то вот реализовать себя, найти свое, то, что им нравится. И в этом обязательно должны помочь родители, направить ребенка правильно. Ну, почему бы они их не научить какому-то труду, который они выполняют очень хорошо, очень качественно. Тогда будет прямо вот, я даже думаю, что они могут устроиться на работу, например, в большие магазины, где вот постоянно нужно складывать продукты или товары. Ну, или какую-то физическую помощь там, да, где-то что-то. Как раз к вопросу о том, что вот нужно сопровождение, да, и, в общем-то, если будет какая-то работа у человека, и он сможет быть социально активным, насколько это возможно, это же тоже и есть некое сопровождение. Слушателям и зрителям я хочу сказать, что мы снова на две минуты уходим на рекламу, очень скоро вернемся, нас не теряйте. Субтитры делал DimaTorzok о том, какая помощь оказывается в центре. Помощь оказывается отличная, причем по возрастным категориям детей. И я знаю, что у вас нет своего помещения. И я думаю, что если бы оно было бы, то наверняка бы вы охватили больший крок детей и оказали бы большему количеству семей помощь. Верно ли я? Совершенно верно, да. К сожалению, у нас нет собственности своего помещения, так как я говорила уже, детям с инвалидностью необходимо создание очень хороших условий в помещении. Поэтому все грантовые средства, которые мы пишем, просим у спонсоров средства, уходят на коммерческую аренду помещения. И если бы у нас было свое помещение, мы бы охватили больше детей и приглашали бы больше специалистов для оказания помощи. Но сейчас, пользуясь случаем, я бы хотела обратиться к спонсорам, организациям, которые хотели бы поддержать нас. Сейчас, может, у кого есть лишнее помещение, можете обратиться к нам. Мы будем очень благодарны. И наши дети получат больше помощи. Да, возможно, кому-то эта тема откликается, кто-то прямо сейчас нас слышит. И может тогда вас найти. Как вас найти, ваш центр? Можете нас найти, набрав на два ГИС особый ребенок. И там выходят два адреса нашего центра, Октябрьская, 26, дробь 1, и телефонный сайт у нас работающий. Можете посмотреть, зайти, какую работу мы ведем. И фотографии, и наши статьи в СМИ. И мы приглашаем сотрудничество тех, кому эта тема интересна и близка. Фотографии мы сегодня видели, наши зрители их увидели, то, как проходят в вашем центре работы и детишек, которые в вашем центре. Кстати, на сегодня сколько человек, сколько детей в вашем центре получают помощь? В общем, у нас чат ватсап родителей работает давно. На сегодня 153 семьи, которые воспитывают детей с аутизмом и со схожими диагнозами в нашей республике, общаются в нашем чате, получают информацию. Некоторые к нам приходят заниматься на постоянной основе. В данный момент 54 ребенка постоянно в течение года занимаются в наших разных возрастных группах. И разовые консультационные мероприятия, занятия проводятся. Приезжают из районов, из ЛУСов, получают рекомендации на полгода, на три месяца. И возвращаются с отчетом, что они сделали, и дальше получают рекомендации, как развивать ребенка у себя дома. В вашем центре в самом начале разговора вы сказали, что получают помощь не только дети, но и их родители. Как вы работаете с родителями? Потому что, конечно же, родителям нужна поддержка обязательно, терпение большое. В первую очередь нужна работа с родителями, так как ребенок сам не оденется и не пойдет заниматься. Это только родитель поведет. И тут нужно понять, чтобы родитель принял ребенка вначале. Если ребенка родитель принимает таким, как он есть, то работа ведется более легче, чем когда родитель всегда против, когда всегда родитель отказывается от каких-то рекомендаций или от диагноза отказывается. Это очень сложно. И в связи с этим мы организовали клуб родителей в мамино время. До пандемии мы очень хорошо работали. После пандемии мы только-только начинаем свои очные мероприятия. Сейчас мы планируем провести летом лагерь для особых детей. Но, опять же, у нас есть финансовые ограничения, трудности. Поэтому мы обращаемся, опять же, родителям, спонсорам. Если хотите, чтобы ваш ребенок провел полезно в свое время в летнем нашем лагере с нашими специалистами, с нашими обученными специалистами, то обращайтесь, мы обсудим. В самом начале того, как создание центра, вам наверняка же помогло правительство. Потому что вы говорите, что определенное количество студентов Северо-Восточного федерального университета были направлены на подготовку, которая будет нужна таким детям. И приехали уже готовыми специалистами. А на сегодня какую помощь вам оказывает правительство, администрация нашего города? Может быть, это какие-то гранты? Может быть, это еще какая-то другая помощь? Какой помощи вам бы хотелось? Да, мы помощь получаем в виде грантов. Недавно мы получили грант одобрения нашего проекта по обучению сопровождаемому проживанию Министерства труда и развития Республики Саха-Якутия. К сожалению, наши основные средства уходят, опять же, на аренду помещения. Мы арендовали помещение большое, такое, очень даже подходящее для наших ребят. Мы оборудовали, сделали ремонт качественный. И сейчас вот на днях у нас состоится открытие нашего проекта. Мы стартуем. Мы уже готовы к реализации нашего проекта. И надеемся, что этот проект получит успех и дальнейшую поддержку в будущие годы. И подготовка кадров тоже у нас идет по грантам. Опять же, очень трудно получить такие вот новые методы обучения у нас в Республике. Поэтому мы специалистов отправляем в Москву, в Санкт-Петербург. Для обучения это дорогостоящее удовольствие. Но наши специалисты должны обучиться, чтобы заниматься с нашими детьми. И опять же, тоже по грантовой поддержке. В вашем центре сколько специалистов работают? Какой у вас коллектив? В нашем коллективе шесть приглашенных специалистов. Ну, я сама еще администратор. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить свой коллектив. Очень дружный, профессиональный коллектив. За такую работу, за очень сложную работу. Потому что это люди с добрым сердцем, которые полностью отдаются именно детям, чтобы развивать таких детей. У вас всего семь человек получается. Восемь со мной. Надо же, ну и немного ведь совсем, да? Ну, 150, а, 54 ребенка и 153 семьи? Или я что-то перепутала? Это в чате. А, в чате 153 семьи. Ну, мы продолжаем развиваться. Мы не стоим на месте. Мы должны дальше развиваться, обучать своих детей, специалистов. Ну, и будем дальше сотрудничать с нашими партнерами, писать гранты. И приглашаем спонсоров, чтобы принимали, тут же вот, вкладывали свою частичку добра, свою душу в развитие детей с инвалидностью, со сложными диагнозами, как аутизм. Ну, это вот, наверное, нужны какие-то люди, которые сами столкнулись вот с этим заболеванием, вот так же, как вы пришли в эту тему, да? То есть вы не могли не прийти сюда, потому что вам это нужно было, необходимо, жизненно важно вам самой. У нас все специалисты, все обученные, они, у них норматипичные, нормальные дети. Ну, есть переобученные родители. Я про спонсоров говорю. А, про спонсоров, да. Наверное, если вы так коснется, да, что человека, наверное, отзовется, наверное, я думаю, как-то это должно коснуться. Ну, может быть, я не права, может быть, просто есть люди, которые просто так захотят помочь. Есть добрые люди. Это замечательно. Какие у вас планы на лето у вашего центра? И вы сказали, проект это тот проект, о котором вы говорили, Снегири, или это еще позже будет? Снегири – это наш грандиозный проект. Который будет позже, когда, наверное, будет ваше здание. Да. А летний проект это? А летний проект это лагерь для детей дошкольного возраста. И мы хотим, желаем, чтобы и школьного возраста тоже организовали такую группу. Но у нас финансовые затруднения. А там у вас какие планы? Вы хотите уже арендовать какое-то помещение? Нет, у нас арендованное помещение. На базе вот этого помещения мы готовы уже организовать такой лагерь. Просто, чтобы была зарплата специалистам, нужны финансы. Нужны финансы. Нужно выиграть еще один грант. Есть ли у вас такие? Ну и, конечно, социокультурная реабилитация, это имеет тоже место быть. Наши дети рисуют. Наши дети по грантам ездили в город Сочи оздоровиться, на пленэр. В Москву. В Москву, да. Даже выезжали в 2019 году на пленэр в Турцию. Шесть детей. Прямо вот группа аутистов ездила рисовать с руководителем Артленд, студии Артленд Татьяной Васильевной. Но уже одно то, что создалась группа детей аутистов, которые могут все вместе куда-то поехать, мне кажется, это уже как-то фантастика. Потому что эти дети, они же не могут быть в контакте с другими. Именно это тяжело. Да, и мы очень рады, что у нас педагог такой попался, который вот нашел общий язык с детьми с аутизмом, специалист, имеющий психологическое образование. Два раза она вывозила детей на пленэр, на Байкал и вот в Турцию. Это были очень удачные наши проекты. Мы организовали выставку в городе Иркутске 4 месяца. Иркутяне любовались картинами наших детей с аутизмом, которые писали про Якутию. И в городе Иркутске у нас 4 выставки прошло. Вот недавно, 2 апреля, мы провели выставку в музее «Россия. Моя история». Смечательно. Вы молодцы большие. Я очень рада была сегодня с вами познакомиться. Надеюсь, слушатели и зрители со мной разделят мою радость. Вас я благодарю за сегодняшний разговор. Желаю вам удачи и огромный привет вашему сыну. Пусть у него всё по-прежнему получается. Всем слушателям и зрителям. Спасибо за внимание. Всем хорошего вечера.